Дорогие друзья, здравствуйте, добрых дней, вечеров, ночей, привет, ютубчик, мы не знаем, во сколько вы нас включили, сам факт, что мы опять же в поисках Джон Дори, и сегодня мы, угадайте где, на ладошке у меня что, замок Гродненский, там в Джон Дори, помните, после замка все берем селедку, конкретнее, и рыбки красные, возьми нам чуть-чуть, у меня сок, да, и у тебя тоже сок, да, да, получается так, а вы можете показать, что у нас здесь происходит, трижды ночь, дважды мгла, что же тереть, руку что ли, Александр, Можно просто бой, там, 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 незабываемые эмоции, ой-ой-ой, я не могу на это смотреть, а зато это будет вкусно Мы в Гродно, естественно, с чего надо начать, это прийти, посмотреть на старый замок, поговаривали, что именно сам Стефан Батори заказывал сюда себе Джон Дори, он очень любил устрицы, мидии, К нему приезжали фишмонгеры, все вскрывали и уезжали, точных исторических данных об этом нет, но мы уверены, что так оно и было Зайдите на замок, посмотрите на старый, на новый, делать красивые панорамные снимки, а потом, пожалуйста, гулять по Гродно, хоть как Джон Дори Там Джон Дори, помните, после замка все берем селедку Здравствуйте Мы находимся в самом узнаваемом месте города Гродно, пожалуйста, торговый центр Тринити Кстати, скоро еще откроется торговый центр Морфеус и Нео, это в ближайших планах застройки, если что, Сайфер-предатель, это спойлер для тех, кто не смотрел Матрицу Мы зачем сюда приехали, как вы думаете, поменяю пальчики, за тем, чтобы найти Джон Дори, а он прямо здесь Пошли, пойдем, пойдем Традиционно, друзья, вам не видно, тысячи людей собрались здесь в Гродно, скандируют Джон Дори, Джон Дори, мы говорим, тише, тише, хватит, не мешайте нам снимать Потому что у нас здесь Павел, Павел настроен серьезно, он вообще будет продавать все на свете, что нам надо сегодняшнему нашему путешествию по Гродно Давайте вначале посмотрим, что у нас здесь есть Креветка Дракон из Игры Престолов, креветы Магаданские Креветки Магаданские, тоже немножечко такой вариант для юмора И пока переходим к делу, Павел, здрасте, как дела у вас? Павел говорит, что у него все хорошо, через масочку не слышно Павел, мне тут составила жена список покупок, я каждый раз в новой программе нахожу новую жену, и она постоянно дурит мне голову Сегодня нужно, давайте по этапу, стейк лосося, две что? У нас, к сожалению, будут пары на данный момент Подходит, давайте Мы люди, вы знаете, когда, мы эту рыбу называем красная рыба И рыбки красные, возьми нам чуть-чуть, вот нам два кусочка Да, два штуки, пожалуйста Сейчас понавзвешиваем всего здесь у вас То есть, похоже, как подарок на юбилей, правда? Кому-нибудь приходишь к тёще Теяна Степановна, это вам Крутите барабан Так, что у нас есть ещё? Креветки Изи Пил, одна УП Будьте любезны, одну УП нам, пожалуйста Это оно? Хорошо Так, дальше Мидии Чирийские, тоже одна УП Из того же холодильничка, как я понимаю Как вы думаете, на сколько людей мы берём вот сейчас? Я думаю, на одного Да, правильно Чем на оператора, он жадный, не делится с нами И теперь то, что знакомо каждому Суповой набор, пожалуйста Можно? Есть у нас два вида суповой набора Голова-хвост, голова-хвост и обрезь Голова-хвост и что? И обрезь Есть голова-хвост, а второй голова-хвост и какое-то незнакомое мне слово Обрезь А, и обрези Есть у меня шутка про обрези У меня мама Рубинштейн, но я не буду Будьте любезны без обрезей вот этих ваших Просто голову и хвост Что там по сумме набегает уже? За ваши Максим свежеразделки Королевских кирилет Чирийские мидии, кирилет-вески, кирилет-вески Кирилет-вески, кирилет-вески, кирилет-форелли, суповой набор И стейки-форелли Более 159 рублей, 38 копеев Вы же не слышали? Кирилет для вас вышли с 15% Я ещё скидку на мидии получил, 15% Представляете, как классно А почему у меня такой блеф есть? У нас в данный момент на этой неделе на них акции А, на всех Дамы и господа, когда наш ролик выйдет в ютубы Скидка и акция, ну, имейте в виду Вот сейчас, на этой неделе так было Всё, берём На 159 рублей набрал Расчёт у вас будет пока артилемы на листах Расчёт у нас не будет, потому что мы с вами из одной организации Мы просто заберём пакет и пойдём Так можно же делать, да? Хорошо Сказали, что нельзя Ну ладно, как-нибудь уже оплатим сейчас вам Ой, тортик мне, спасибо Вот это пакет Вот это пакет Друзья, смотрите, нашли И вот как написано Джон Дори Всё красиво Пойдём Спасибо Видите, как устроили ажиотаж на ровном месте Звоните, ещё что, даже если из других магазинов Вы сейчас смотрите Звоните мне Два человека обеспечены Дорогие друзья Мы находимся рядом с торговым домом под названием Неман Или гандлёвым домом под названием Неман Неман, Неман Найдите два отличия Поймите разницу Короче, здесь поднимаемся на крышу мира И с ней открываются классные виды на улицу Советскую И на старую застройку Let's go Инструкция Берём телефон Ставим панорамный режим Пожалуйста Опа И понеслась Пожалуйста Вот Я даже видео Вот И красота Осматривайте сразу Думайте, где бы вам съесть что-нибудь из Джон Дори Вот оно Всё Всё подходит Красиво Итак, дамы и господа Наша основная цель Показать, что мы можем приготовить Всё, что хотим Абсолютно везде В данном случае у нас сегодня есть Замечательная голландская селёдочка Посмотрите, пожалуйста Вот она в таком элитном контейнере из бумажки У нас есть вот такая булочка И есть небольшие внутренние ингредиенты И умный взгляд и взор Уже понял, что мы из этого приготовим Национальный голландский бутерброд Почему это именно голландское блюдо? Да потому что сельск нам приплывает Именно оттуда С первым июньским выловом Как вообще было исторически? Приезжал первый корабль Его встречали флагами И поэтому до сих пор празднуется день флажков в Голландии Его забирали весь первый вылов Первую бочку традиционно До сих пор с тех времен отправляют королевской семье Вторую с аукциона В общем, а нам приходит, естественно, какая бочка Третья Вот всё, что короли говорят Всё, мы наелись, берите, пожалуйста Всё остальное в Беларусь Оно приезжает к нам Та самая нежнейшая июньская Молодая селёдочка Самая юная, самая такая мягенькая Самая жирненькая Вот она прямо здесь И в Джон Дори соответственно Что мы с ней сейчас будем делать? Мы возьмём, как в известной песне, сначала укропу Только в виде вот этого вот батончика Смотрите, запоминайте рецепт Это о том, что если есть Джон Дори под рукой И немножечко творческого настроя То сделать вкусную вещь можно везде абсолютно Берём фирменный соус Немножечко добавим Давайте туда мы Сразу в Булчатский наш Если вам это лень делать Вы, кстати, можете заходить В Джон Дори В некоторых из наших магазинов Вы можете спокойно сразу же Заказанное уже и получить Здесь вот так мы добавляем яйцо варёное туда Пожалуйста, всё Вот так вот положим Дальше Возьмём аккуратненько Посмотрите, пожалуйста Вон ту самую Я сейчас проведу процедуру Открытие А знаете, почему селёдка называется голландская, кстати? Смотрите Она, что не только понятное дело в Голландии Но дело в том, что раньше Сельдь была блюдом, скажем, не самым премиальным Потому что она очень сильно горчила И вот один голландский рыбак Которому, кстати, чуть позже, забегая вперёд, поставили памятник Взял, как-то раз ловил сельдь И думает А удалю-ка я в ней жабры Ну, он такой был С придурью мужик Говорит Удалю жабры И оказалось, что именно жабры и горчили И после этого сельдь голландская пошла на ура Страна начала процветать Зажила Сборная Голландии по футболу Благодаря этому научилась побеждать Вот И так далее, и так далее Сельдь аккуратненько размещаем Вот сюда Два кусочка Что бей Жалеть для себя, что ли, буду? Так Аккуратно Пожалуйста И сюда тоже Вот так мы здесь чуть-чуть делаем Небольшое углубление Я, кстати, провожу мастер-класс по неправильному использованию столовых приборов Нож влево, вилка вправо Имейте в виду Должно быть наоборот Лучок Ну и какой же у нас может быть голландский бутерброд Без соленого белорусского огурчика Конечно же сюда Вот это сюда Вот это сюда Вот это сюда Вот Ну и все, друзья Перекус с видом на красивый Гродно Готов Начнем, пожалуй Пожалуйста, вот тот самый бутерброд Если честно, мне уже сделали замечание люди, которые снимают меня Говорят, что я собрал урода какого-то Но зато это будет вкусно Бомба Бомба Дорогие друзья, буквально 30 километров от Гродно 30, показываю как раз для вас И можно нарваться вот на такое чудесное место Называется усадьба Радивилки А что это такие за Радивилки? Что это за усадьба? Сейчас будем узнавать у людей, которые здесь прям и обитают Ну как обитают? Заведуют теми делами Вы спросите меня, что за итальянский такой человек рядом со мной стоит Его достаточно по-белорусски зовут Ой, сейчас шутка получилась Александр И Александр занимается тем, что заведую здесь всем Саш, ну расскажи более подробно, потому что я видишь, пока не ориентируюсь А пока то, к чему мы готовились Давай делать это на ходу, пожалуйста Я по вашим ступенькам погуляю Пожалуйста Ждем подробную историю Порассказывай нам, показывай руками Итак Саш, почему Радивилки называются эти места? Связаны с Радивиллами или нет? Да, получается так Конкретнее? Эта территория, в принципе, и Августовский канал в том числе Продвижал Радивиллам Но они решили поехать южнее и остановиться поближе к Бресту Ну название закрепилось Название закрепилось В 16 веке, 16-17 веке Эту территорию вообще начали осваивать монахи Камедулы Прошу прощения Камедулы Камедулы, это не мастит, название монахов Все нормально так Камедулы, камельдулы Их по-разному называют Вот такой монашеский орден Очень серьезный У них обет молчания Они ни с кем там связь не поддерживают Такие закрытые ребята Но увидели природу Увидели воду Занимались сельским хозяйством Жили-не тужили Потом со временем поляки здесь Я прошу прощения Если сейчас в моей голове родилась очень смешная шутка По поводу обета молчания монахов Можно, да сейчас Разрыв будет Пометьте, пожалуйста, в тайм-коде Значит, к монахам Как их монахи Камедулы Приходят к ним Эй, монахи Поговорите с нами Говорят, извините, пожалуйста, не можем У нас обед Спасибо Лучшего уже не будет Саш, ты тут покажи уже сам заросли Я пойду погуляю Все, извините Очень хотелось Так, пришли поляки Да Пришли поляки Вообще, изначально здесь были гасевские Ага Гасевские Но прямо вот в золотое время Золотое время этой территории пришлось на Гурских Гурский женился на вдове Весевской Мы пойдем по территории Покажу, где первоначальное здание стрела То есть это не первостепенная постройка была Этот дом в 1828 году заложил Гурский Вот именно один этаж Заложил Гурский Они здесь Жили, у них было дворов 5, наверное, 7 В смысле деревень Понимаем Пилорамы Сельское хозяйство Крахмальный завод Отсюда виден кусочек трубы Так, да, здесь не вижу Не вот в этом, знаю Не новая, которая там чуть дальше старая И основным доходом семьи Являлось производство крахмала Мне довелось Даже пообщаться с ними еще С ребятами, которые здесь проживали Ребятами? Сколько лет было ребятами? Один был 1932 года Мальчишка Он был 1935, да К сожалению, их не стало совсем недавно Но нам, опять же, повторюсь Посчастливилось с ними пообщаться И они рассказывали, я говорю, а куда? Ну, Вильнюс или там Варшава Куда поставляли? Какое? На Москву все шло Все на Москву Все на Москву Все на Москву, поэтому Рассказывали, как жилось тогда, как говорится, при панах Что это было за время? Жаловались или на работу говорили, что хорошо было все? Было все хорошо Ну, они, как, вряд ли не помнят сами Потому что они были здесь в таком возрасте, там, 5 лет, 8 Я думаю, что по рассказам родителей, мамы Это я, конечно, вперед чуть-чуть забежал Но было очень хорошо, было очень красиво У них был теннисный корт Здесь теннисный корт? Теннисный корт Боулинг свой Мы потом покажем фотографии очень интересные А там потихонечку двигаться Которые нам, опять же, в Урске предоставили Мы сейчас находимся на улице Советская Она большая, пешеходная, красивая На нее обязательно приходят все и говорят Боже мой, как в Европе Брусчатка, как сказали бы граничане За польским шассом заховалась Все девушки знают, что это место, на которое полегла Не одна шпилька гродинская Если у кого-то нужна, есть потребность Новые шпильки, набойки Походите, просто здесь вот подковырните Обязательно найдете Улица Советская, запомните, сюда Улица Советская плавно переходит в площадь Под названием тоже Советскую Но на ней, посмотрите, пожалуйста Далеко не Советская стоит красота Фарный костел имени Святого Франтишка Ксаверия Если что, приезжайте, пожалуйста, посмотрите Обязательно внутри особенная красота Пускают всех, не обязательно быть католиком Чтобы вы знали Слева от него, с такой вот бирюзовенькой крышей Мы вам потом покажем Находится самая старая, старинная в Беларуси аптека С музеем аптеки А здание чуть правее называется Баториевкой Почему оно так зовется? Дело в том, что там впервые провели во всей Европе восточные скрытия Знаете кого? Стефана Батория Вот какое интересное место Радуется ли Стефан Батория этому факту? Мы уже не узнаем В общем, все сюда Если вы видели, как это смотрит со стороны Два взрослых мужика Один фотографирует, а другой держит что-то на ручке Рассказываю, что это Это самые старинные часы в Европе Я не знаю, это правда или нет Но сам факт, что в Гродно говорят, что тут История такая Мы даже посмотрели в интернетах И пишут, что три века эти часы уже работают прямо здесь И на самом деле они даже древнее, чем те, что в Праге, в Париже И других более, казалось бы, старых европейских городах Интересно Пожалуйста Ой, ничего себе Да Это мы вот только что закончили Буквально к вашему приезду Только успели, да? Да Слушай, класс, это вы взяли, убрали штукатурку и показали старую классу Это называется зондаш, когда оставляется часть какого-то Ну, часть стены, допустим, обычно это или квадрат или какие-то полосы Мы оставили, чтобы специально показать, как строили поляки Клинкерный полноцелый кирпич Красивая кладка, аккуратная А вот это строили ребята уже после Великой Отечественной войны Стиль, я не знаю, плодово-выгодный Стиль советского ренессанса Плодово-выгодный Какой-то такой, аккуратный Ну, вы реально можете посмотреть Белый, кривой Где-то половинки, где-то четвертинки, где-то целый Кое-как они слепили это здание А ты знаешь вот про эту шахту? Она была в какой-то хозяйственной манере использована? Ресепшн, это был ресепшн Ресепшн, я понял, известное вот такое окошко на ресепшне всегда А что мы видим здесь? Это какой-то кусок паркета старого? Да, да, вот уже там 80-е, 90-е Начало это все захудать, все начало подрываться Печи разбирались, пол подрывался, сжигался Проволока там медная, вот это все То есть, ну... Все самое нужное в хозяйстве? И часть, часть осталась Потому что, в принципе, из всего осталась лестница и пол Но это мы покажем вам позже, когда стеменеет Так, интересно, почему это когда стеменеет? Так, фотографии самих гурских у нас здесь есть, о которых мы говорили А, и вот немножечко о том, как это все выглядело раньше Вот, вот это усадьба была Где теннисный корт хваленый? Теннисный корт был вот с этой стороны Мы начали съемку вот здесь Ситуация, как будто в Англии где-то, да? Произошла картинка? А нет, это у нас было так красиво Ну, еще и будет, судя по всему Какой Александр трепетно к этому относится Да Давайте дальше, ведите нас удивлять Разберем стандартную бытовую ситуацию Вы говорите жене, еду в Гродно в командировку Она говорит, ага, конечно, в Гродно Чем докажешь? Пожалуйста, вот есть специально для таких моментов фотозона Я, правда, до конца не разобрался, как ей пользоваться Как надо именно любить Гродно, я не очень понимаю Потому что в такой позе, как будто Гродно больше меня любит, чем я его Ну, в общем, сам факт Вот оно, Гродно Вот эта штучка Берегите головы Все, фотографируйтесь Здесь у нас сквер Жильбера Красивый, роскошный Тут много всего живописного Мы видим сегодня, наверное, свадеб 5 уже было отфотографировано Там, там, там в разных местах Поэтому, если вдруг вам захотелось сделать свадьбу в швейцарском стиле Приезжайте сюда Вот эту надпись не берите, только в кадр И вам все поверят Значит, есть русалка, у которой можно загадать желание Тут неопытный зритель подумает А что же тереть? Руку, что ли? Но более опытный товарищ Обратите внимание на два других элемента Которые тоже, вы знаете, золотым цветом отдают Я загадаю, чтобы мы сегодня приготовили очень вкусный буйобес А дальше 18+, кадр не смотрите В прудах, кстати, очень холодная вода А, это мы очень холодная В тазике прогрели сейчас воду И потихонечку мы набрали Да, мы набрали Она на самом деле чистая То, что цветет, это вы не обращайте внимания Она чистая, ключевая вода Здесь нет притока рек Здесь конкретно из недр земли Нету ключа Там, 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 там Можно еще раз где конкретно показать? Там, 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 там Хорошая песня получается Так, идем далее В самом деле, мы планируем еще достраивать Мы очень, да Сюда? Да Я не знаю, будем ли мы это снимать Это так, по секрету Ага Очень переживали Мы когда приобрели усадьбу Сразу познакомились с ребятами-архитекторами Которые работали, в том числе, в мире, в Несвеже Пригласили сюда Они приехали, начали снимать зоножи В одном из залов Сняли, действуя в краске То есть, вот, как перекрашено Когда сюда зашел, как в больнице Было, белое, зеленое Полно сло Слой потом Да, и они снимали слой за слоем И вот в большом зале Девять слоев краски Они дошли прям до первоначального Цвет Трафареты Все было снято В каждом зале Сделана визуализация Но потом мы как прикинули Сколько средств необходимо На, восстановить в оригинал Это все Мы решили, что пойдем Чуть-чуть менее другим путем Не таким затратным Потому что мы бы, наверное, просто То есть, правильно я понимаю Вы остаетесь в стиле, но Да, да Мы бы даже один зал, мне кажется Не запустили бы Потому что Если и пол делать И вот все прям по фэншую Это очень дорого Поэтому мы вышли в такой Какой-то оптимальный Идеальный вариант И со временем Просто будем Доделывать, допиливать Дорисовывать То есть, это, по-моему, еще и твоим детям будет Чем позаниматься Получается там Хорошо Так, движемся далее Здесь у нас, где был теннисный корт Сейчас что? Саша пошел Андрей, ну ты можешь посмотреть Как минимум А, да, я же буду видеть У нас оператор говорит Я не вижу, что у нас там Этот самый Камера не добьет Слушай, здесь всякие закатки Ой-ой-ой Вот это березовый сок Сможешь взять баночку? Да, смогу У меня сок, да? И у тебя тоже сок, да? Это березовый сок Вот из этой рощи Ага А это яблочный Спас Из вонтоновой Понял Ход обратно И давайте я наконец скажу Что у нас сейчас будет происходить Если вдруг до этого Как-то это не... И давайте я наконец скажу Что у нас сейчас будет происходить Мы пойдем готовить суп Естественно С березовым И с яблочным соком Какой? Французский Буэбес Вот прямо сейчас с ним И будем разбираться Радимся Как же мы французские супы будем Без яблочного сока Правильно? Белорусского Друзья У нас появился дополнительный повар Мы взяли и прислали к нам Специального Кулинарного блогера Из Минска Татьяна Таня, как ты сейчас правильно В инстаграме называешься? Кирилайф Кирилайф Если что подписывайтесь Кирилайф Ставьте лайки Колокольчики Таня давно в этом модном бизнесе И сейчас будет нам рассказывать Как правильно приготовить суп Под названием Буэбэ Правильно? Буэбэ Ну я сколько знаю Зай не сильно читается там Но может быть Хорошо давайте Можно просто буй Давай буй просто Короче сначала Нам нужно сделать бульон Поэтому мы закидываем Все что у нас есть на столе Это рыбные головы и хвосты Но это основа Для рыбного бульона Оп Это не обязательно Не обязательно Дай я засвечу немножечко Тему нашего визита Хотя бы Друзья Джон Дори суповые наборы Тоже предоставляет Имейте ввиду Мы вообще Что бы вы хотели вам показать Не голову форели И не хвост А то что Если вы хотите Приготовить что-то легкое Приходите в Джон Дори Берете стейки И делаете что-то очень простое Для себя Если вы хотите с чем-то Поиграться Заморочиться И устроить какой-то кулинарный изыск Хотя в принципе Французский морской суп Раньше таким не был То пожалуйста Вы тоже можете найти И такие моменты Пожалуйста Все для вас Так Мы закинули Ну да Суповой набор соответственно Ты как вунш-фунш готовишь Трижды ночь Просто дважды мгла Так лук пошел Смотрите Вот просто объективно Запоминайте что В принципе мы еще Ну докидываем туда овощи А можно я лимона отрежу половину Да можно Друзья Просто берешь Как говорится сначала укропу Только Абсолютно Ничем Не обременяешь себя Половину лимона Вот так вот сделал Я даже позволю себе Чуть туда давануть А потом Уже забросить Так может еще один Опа Все У нас появился Небольшой шеф-ассистент Здравствуйте Вы кто-то из гурских? Если нет Уходите Не мешайте нам Так Вы покажите пожалуйста Здесь пес Что я не просто так поговорил Сам с собой Так что дальше? Закидываем томаты Так Закидываем картофель Так Сейчас нам Александр поможет в этом Александр мастерски Разрезает картофель пополам Да Да Для Буэбэс Еще отличительен тем Что он достаточно Такой пряный суп Поэтому мы не даем туда Мбит Ага Мне нравится моя роль В данной ситуации Я просто аккуратненько Подперся колонной Старого дома И наслаждаюсь происходящим Так Закидываем туда еще Для пряности Кардамон Карда что? Кардамон Кардашьян Это брат Кардашьян Кардамон Хорошо Все больше не надо Это про шутки было Саша И Такую модную приправу Как Шафран Шафран У кого-то такое модное Рено 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 Шафран был такой Видите Мы с Александром Поняли о чем речь Для тех кто нет Ссылка в описании Рено Шафран 94 года Покупайте Добавляем Шафрана А будет Вот этот У нас небольшой Кулинарный изыск Где через локоть Соль сыпешь Необходимый минимум Для этого Соглашусь с вами А можете показать Что у нас здесь происходит Тут на самом деле Какое-то абсолютно Интересное Варево Такое слово Я буду использовать Как мы и говорили Все по половинкам Ты не смотри Пока Все по половинкам Достаточно Выглядит По-простому Совсем Сейчас мы это посолим И нам По сути Нужно будет Накрыть это все Крышкой Чтобы оно Закипело Вот И Уварилось Немножко Друзья Я вам на секундочку Сейчас Скажу Совершенно случайно Просто я Захотел вам сообщить О том Что мидии Кстати у нас новые Обратите внимание Такие же как креветки Только мидии В роскошной Новой упаковке Обращайте внимание Приходите Улыбайтесь Каждый Кто приходит И улыбается Вместе с мидиями Получает Незабываемые Эмоции Скидку пока Не гарантируем А кстати друзья У нас смотрите Есть магия монтажа Мы сейчас Хлопимся вместе В ладоши Вернемся Уже все будет кипеть Накрытой крышкой И мы будем его проверять Сделаем так Давайте так сделаем Пожалуйста У вас свободные руки Александр Татьяна Раз Два Три Пожалуйста Видите Можно Траску даже записать Вы в нас не верили Траск перевожу Песня на русский язык С молодежного Добавляем Александр Добавляйте Как много? Где-то полбутылочки Стой Я не могу на это смотреть Чуть-чуть больше То есть можно еще и ошибиться Да? Вот в этом процессе Понял вас Вкусное Мы сейчас быстренько Это тоже с вашего участка Да, Саша, я понимаю? Да Мы сейчас быстренько Доведем до кипения Еще раз Если кто не знает У Саши здесь цветет виноград Шанетовка Известный Из него потом получаются Различные вины Перейдем Доведем до кипения И что сделаем? И закинем Оставшийся инведиент Давайте А вода должна Остаться вообще В этом супе Вода должна остаться Давай мы достанем Отсюда голову Так Я могу предложить тебе В ладони мне это сделать А можем Найти какую-нибудь Солерочку Найдем? Не найдем? Пойду схожу Мы пока работаем Это глаз был? Ну да Напоминаю, что можно Добавить рыбу И наконец-то Сбудется наша миссия Джон Дори Вошел в чат Будьте любезны Загрузите нам Все, что было у нас Приготовлено Вот в этом красивом Оно даже выглядит Инстаграмненько Вот так на доске Уже в принципе Можно было бы запечатлеть Но мы дождемся Пока оно станет Готовым блюдом Креветки Пошли И рыба тоже пошла У нас Все Все здесь Нам по-хорошему Буквально 10 минут А мидии А мидии когда добавляем? У нас же есть Мидии через 5 минуточек На секундочку Через 5 минут И мидии тоже там окажутся Хорошо? Давайте дадим 5 минут Пускай готовится Друзья, наконец-то Мы уже видите Ну мы и так Очень размеренно Все делали С чувством С толком С расстановкой На самом деле Можно гораздо быстрее С супом разобраться Но сегодня Мы достаточно Тщательно подходили К процессу И все-таки Он уже готов Александр Будьте любезны Вашей А у вас там есть что-то Хорошо Вашей Терминаторской рукой Поднимите крышку Татьяна Ваш первый взгляд На ситуацию Оцените Происходящее Очень круто получилось Я считаю Сейчас мы еще Добавим сюда На меня кто-то смотрит Твердый сыр Так Так Сыр и зелень Да еще? Давайте нам туда зеленушечку нашу И все И сразу по тарелкам можно? Сейчас перемешаем Это все Finally А я пока Тарелки подам к столу Так Хорошо, что я Из Минска тарелки Прихватил Как знал Ну пригодятся Не пригодятся А вот они Раз Два Три Четыре Настроя Оператор Пожалуйста Вот На всех Здесь На нашу Честную компанию Так Еще раз Татьяна А можешь пока ты перемешиваешь Одновременно Пока перемешиваешь Одновременно нам сообщить Напомнить рецепт Еще раз Кто здесь Что мы туда добавляли Кто зашел Кто у нас здесь плавает В этом супчике Сначала мы варили бульон Из рыбьей головы И хвоста Из супового набора Джон Дори Так Добавили туда Овощи Картофель Сельдерей Лучше добавлять Фенхель Какая-то еврейская фамилия Так Дальше Томаты Чеснок Лук Специи Кардамон Имбирь Шафран Добавили туда Томатную пасту Или том-ям пасту Вот Поварили бульон Затем добавили вино Добавили рыбу Белую, красную Креветки И миди Тоже собственно от Джон Дори Молодец Все, не зря приехала И в конце добавляем Твердый сыр Тертый И зелень Тоже от Джон Дори Естественно Так, ну что Давайте теперь по тарелочкам И пару шуток от Андрея Просим, просим Это больше портит Ладно, у нас есть еще две тарелки А тут у нас еще есть Другой став Который смотрит и думает Что это такое А нам почему не дали Пожалуйста Первая порция Раз Сразу же есть у нас Первый суп в ленту готов Слушайте, посмотрите Можно я покажу? Идите сюда Я на свет поднесу Пока она Смотрите как Красивенько Очень аппетитного Вот этот самый известный Простой Французский Морской Суп На всех Французских праздниках Дедушки Просят у бабушек А приготовь мне пожалуйста Марсельевна У обезика нашего любимого Это сельдерей нам не нужен Мы же все глаза Я надеюсь у рыбы достали оттуда Да, все два Хорошо А у рыб тоже обычно два Ну, если только рыба Не проиграла в спор кому-то Итак, уважаемые дамы и господа Насим Уже, честно говоря, слюнки текут И пойдем пробовать это дело Оставьте нас пожалуйста наедине с этим А я напоминаю, что вы всегда можете узнать какие-то новые рецепты И что-то еще более интересное Например, где же еще искать Джон Дори в Беларуси Подписывайтесь на наш канал Нажимайте и целуйте колокольчики Делайте принтскрин Отправляйте фотографии матерям До новых встреч Пока-пока